Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, Тегзанадия. И сегодня снова, да, творческое видео, но я буду говорить, наверное, не совсем о творчестве, а скорее всего о любви, если можно так сказать. Я делала этот разворот еще в январе месяце этого года, 2017-го, и уже тогда я понимала, что что-то не то. Хоть я и делаю этот разворот на тему любви, каких-то там отношений, все такое счастливое, яркое, сочное, радостное, но на самом деле радостно мне не было. Как вы знаете, на протяжении почти пяти лет у меня были отношения с молодым человеком, который был мне очень дорог, и я грезла тем, что у нас совместное будущее, потому что мне давали обещания, мне давали надежды, мне говорили, что у нас все будет, но не сейчас. И каждый раз я слышала только одно. Не сейчас, не сейчас, не сейчас. Сколько можно слышать эту фразу и продолжать верить в нее? Я не настолько наивна, я не настолько глупа, чтобы продолжать ждать того, чего не будет на самом деле. С каждым годом, с каждым месяцем, вот этого вот не сейчас, я понимала, что на самом деле ничего не будет. Мне просто дают пустые обещания, и нужно что-то с этим делать. И я пыталась делать, я действительно пыталась, я старалась, я давала все себя, я жертвовала собой, и я шла на такие вещи, на которые остальные просто не пойдут. Я переступала через свою гордость, я переступала через себя, через свои интересы, через свои взгляды, через свои ценности. Я знала, на что я иду, но мое подсознание говорило мне, что пора остановиться. Каждый раз, когда все подходило к тому, что скоро вот-вот я не выдержу и все завершится, мне снова давали надежду. И, наверное, не зря меня само назвали надеждой, потому что каждый раз я всегда на что-то надеюсь, и эта надежда, она и правда умирает последней. Я не могу точно сказать, что случилось, потому что я не могу сама выдумывать ответ, так как вторая сторона никогда не скажет правды. Все вокруг всегда думали, что у нас идеальные отношения, что мы идеальная пара, что между нами нет разногласий, что мы просто созданы друг для друга. Но на самом деле это было не так. Когда люди начали узнавать, что все у нас не так, как им кажется, они стали разочаровываться. И вот однажды, когда моему терпению настал конец, когда я взвешила все свои «за» и «против», мои «против» выиграли, и ничего с этим сделать было нельзя. Я решила прекратить то, что есть, и не мучить себя дальше. Потом мне вновь дали надежду. Потом мне вновь оказывали в знаке внимания, которые были в самом начале отношений. И я, как самая типичная девушка, поверила этому. Была второй шанс. Все было обговорено, все как-то шло очень быстро, быстро развивалось. И мне казалось, что вот оно, вот оно то, чего я ждала. И мне снова давали надежды, и я снова верила, и мне снова казалось, что все хорошо. Но потом, опять, спустя где-то 9 месяцев, все пошло по наклонной. И ведь я несколько раз спрашивала, да или нет, так это или не так, то, о чем я думаю. И мне отвечали очень уклончиво, и мое подсознание заставляло меня верить в лучшее. И это было моей самой огромной ошибкой, потому что не нужно было давать второй шанс тому, кто обманывал тебя не раз, кто жертвовал тобой ради своих интересов. И вот, когда настал последний катетический момент, и настал последний разговор, выяснилась истинная правда. Я узнала, что на самом деле я не девушка, а просто друг. Друг в самом прямом смысле этого слова. Друг, как friends with benefits. Вы просто должны знать, что это означает. И это самая низкая дружба, которая вообще возможна в этой жизни. Вот только у нас не было так, как у героев Милы Кунис и Джастина Тимберлейка. Может быть, я старомодна. Может быть, я не так воспитана. Но я не могу встречаться с человеком только ради интима. Я не могу встречаться только ради постели. Я не могу переступать через себя и идти на то, что мне противно. И так выяснилось, что у нас на самом деле никогда не было совместного будущего, никогда не было в планах завести детей, закончить брак, или же купить совместное жилье, да даже просто вместе съехаться и жить как нормальная пара. Хочу сказать всем тем, кто сейчас в таких отношениях, односторонних, пожалуйста, просто посмотрите трезво на ситуацию и поставьте этому конец. Это может длиться бесконечно, это может длиться всю жизнь, и вы никогда не получите того, на что надеетесь, потому что это так не работает. Если человек изначально ставит вас в список друзей, в кавычках, то вы никогда не перейдете в список любимых. Отношения работают только с двух сторон, и только тогда они считаются настоящими. Отношения – это когда оба жертвуют одинаково. Отношения – это когда оба идут на компромисс. Отношения – это когда ваша половинка для вас дороже, чем ваши интересы. Настоящая любовь и настоящее отношение – это когда вы в любом состоянии, сонном, хмуром, злом, растерженном, растерянном, абсолютно любом, вы будете рады своей половинке. Вы пройдете ради него или нее любой путь и принесете любую жертву. Когда вы будете хотеть видеть этого человека каждый день и по утрам, и по ночам, и в слезах, и в радости, абсолютно в любом виде, потому что для вас это самое ценное, что есть на земле. Отношения – это когда не нужно искать поводов, чтобы просто прийти и обнять. И любовь и отношения – это когда вы любите не ради чего-то, а вопреки. И настоящее отношение – это когда у вас есть совместные планы и совместное будущее, а не так, когда у каждого из вас свои интересы и свое будущее. Никогда нельзя делиться на две части. Вы должны быть как одно целое, потому что отсюда и идет понятие половинок, потому что половинка одна не может быть. Абсолютно полноценным чувствуешь себя, когда твоя половинка рядом, когда ты в защите, ты в спокойствии, в радости, в любви. Ты знаешь, что с этим человеком ты выживешь в любой ситуации. Ты готов просто и в бурю, и в грозу, и в шторм, куда угодно идти, и знать, что это плечо себя поддержит, что этот человек себя любит, и он знает, о чем ты переживаешь, и он переживает за тебя, он всегда будет в тебе уверен, он всегда будет за тебя рад, и всегда-всегда он подставит свое плечо, когда бы это тебе не понадобилось. Наверное, единственный плюс односторонних отношений – это то, что ты очень быстро растешь. Ты становишься сильнее, ты становишься мудрее, ты набираешь своего жизненного опыта, не особо позитивного, конечно, но везде есть свои плюсы, даже в негативных вещах. Единственное, что жалко, это потраченное время, потраченные года, которые могли пойти на что-то полезное, и, наверное, за это время можно было встретить настоящую половинку. Но нам не дано знать правды, и все, что оно не делается, оно к лучшему. Я ни о чем не жалею. Я рада, что все закончилось, я рада, что все было так, как было. Просто могло быть, конечно, получше, но что есть, то есть. Я ни в коем случае не жалуюсь, я ни в коем случае не говорю о том, что вот как плохо, как все ужасно, зачем так было, зачем я поверила, полюбила. Нет. Я не из таких людей. Я из тех людей, которые отдают себя полностью, которые открывают свое сердце и душу на распашку, и которые подставляют вторую щеку, когда их бьют по одной. Все когда-то должно было закончиться, рано или поздно, и слава богу, то, что сейчас. Прошло уже несколько месяцев, и мне кажется, что прошло несколько лет. Сейчас я чувствую себя намного лучше, намного спокойнее, намного свободнее. У меня появилось много вдохновения, у меня появилось больше поводов для радости, и я начала учиться любить себя. Хоть и было подарено мне очень много комплексов этим человеком, и очень многое в своей жизни я также упустила. Никогда не давайте отношениям затянуть себя в такую бездну, в которой вы потеряете себя, в которой вы откажетесь от своих интересов, от своих увлечений, от того, что вы любите, и от того, что вы хотите и мечтаете сделать. Потому что тот, кто вас по-настоящему любит, он будет бороться за то, чтобы все ваши мечты сбылись. Он будет помогать, он будет делать все, просто все. Сейчас я, конечно, открыта для новых отношений, но я понимаю, что не время. Я знаю, что сейчас мне важнее, что сейчас, чего сейчас я хочу. Но, возможно, однажды я встречу свою половинку, своего викинга или Кристиана Грея, конечно же, я буду счастлива. Ведь не зря меня назвали надеждой. Так что вот такая вот моя маленькая история. Пожалуйста, не совершайте таких же ошибок. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что дослушали и досмотрели это видео. Обнимаю, целую и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.